Всем доброй ночи, уважаемые друзья и подписчики, и всем тем, кто не спытает, даже вообще не собирается сожжаться баиньки. С вами Николай Бесламины и вот этот вот мелкий пиздюк. Да, это пиздюк. Ну что ж, ребята, сегодняшний выпуск у нас, конечно, будет не посвящен, конечно, ночным посиделкам, хотя это и будут ночные посиделки, но сегодня тема у нас, так сказать, будет посвящена не играм, и играть сегодня мы не будем ни в какую очередную игрушку для Денги, а просто-напросто мне, вот буквально, ну, вчера или позавчера один чувак, короче, один чувачок, просто-напросто задал мне вопрос, просто-напросто задал мне вопрос. Уважаемый Николай, там, даже официально назвал меня, батька ведь, не могли бы вы на своих стримах, так сказать, выражаться более ярким, доступным языком, то есть сказать, для нас, ну, то есть для нас, молодежи, на своих ночных посиделках. Знаете, ребята, я, конечно, понимаю, нафиг, еще так, не, бывает, конечно, да, мотивлюсь во время стримов, у меня мочуки вылетают, но по своей, знаете, натуре, более-менее я пытаюсь, как бы, не выражаться матами, сказать, как бы, не выражаться матами. Но бывают такие моменты, что нет, да, вылетит. А хотя, что говорить, спросил любого геймера, даже любого геймера, который играет в игры, у него что-нибудь слово через каждое слово мат, если что-то у него там неудачно получается. Так твою маму, так сказать, обласкает, грубо говоря, и все такое. Ну, как говорится, не суть дела, не суть дела. Просто, знаете, вот, просто сегодня сидел, пока сидел, делал кое-что, видеоролик делал я, видеоролик сегодня. Задумался. О нашем, так сказать, великом и могучем, как вы поняли. Лечь пойдет в нашем русском языке, грубо говоря. Вы знаете, вот эти вот, как я посмотрел, вот, как я посмотрел, как вот, вот это вот современное поколение Next, вот этих вот подростков, подростков, как разговаривали они и как, ну, в мое время, на каком молодежном сленге, вот так вот, как правильно выразиться, на молодежном сленге, разговаривали мы, мы, поколение, так сказать, старое поколение, и на каком языке сейчас разговаривают новые поколения, поколение, так сказать, Next, грубо говоря, или как это называют правильно. А почему, ребята, заметьте, сейчас многие слова, многие слова, которые сейчас говорит молодежь, ну, как сказать, молодежь, которая поможет уже и помладше меня, все их слова позаимствованы, скажем так, ну, так сказать, из других, так сказать, так сказать, зарубежья, короче, из-за бугра, грубо говоря. Как-то так. То есть, как я, как вот, допустим, как я уже сказал, не следующее поколение, не новое поколение, а, как я уже вам сказал, если выражаясь на языке вот этих вот современных деток, так сказать, современной молодежи, не следующее юное поколение, а New Next, как-то так, короче. То есть, Next поколение, New Next поколение, или вот так вот, грубо говоря. То есть, все, так сказать, русские слова, которые, понятно, обычному русскому человеку, они заменяются вот на какие-то там зарубежные. Допустим, даже вот, как допустим, раньше, как бы называли, коротко директора, там какого-то пил... Сейчас, погодите. Ребята, просто я сейчас вспомнил... Просто я сейчас вспомнил, просто я сейчас вспомнил, как вот это вот все происходит. Допустим, вот смотрите, опять же вернусь. Допустим, вспомните, раньше мы называли просто, ну, главу какого-то там предприятия и все такое, обычную коротко, директор. А сейчас как? Как его сейчас называют? Креативный директор. Креативный директор. Но, как говорится, ну, креативный директор, он, как правило, знаете, сильно длинный. И хочется как-то сократить его, заметьте, вот сокращение, имя вот этого сокращения. Слова просто-напросто сокращаем. Просто-напросто мы сокращаем слова. То есть, как говорится, если покороче, креативный директор будет звучать так. Кретин. Крет-директор или Кретин просто нафиг, просто-нафиг, просто. Как-то вот так вот. Крет-директор или Кретин, по-русски говоря. Ну и что-то вот такого, что-то в этом, так сказать, ключе, грубо говоря. Ну, как я уже говорил, как я уже говорил, у нас сейчас поколение, вот это вот юное поколение, так сказать, подростков, или не юнекс подростков, так сказать, и... Нет, подожди, даже как-то... Как я помню, один мне вот так вот тоже вот задал вопрос, и как-то... Нью-некс-тенейджеры, что ли, нафиг? Тенейджеры, что ли? Вот так вот, что ли, такое, что-то я слышал. Да, что-то вот такое вот слышал. Это Феич. Да, вот такое вот тюбни, я, короче, слышал. И вот, представьте себе, вот это юное поколение тенейджеров, заметьте, опять вместо подростков упомянул я слово тенейджер, так сказать, английское слово. И вот это вот новое, так сказать, поколение тенейджеров, так сказать, оно просто-напросто любит слова, длинные слова сокращать. То есть, как вам, допустим, привести? Допустим, вместо спасибо, цпс, говорят, спокойной ночи, цп, так сказать, здорово, здорово, как мы, допустим, говорим, здорово, газодыра. Ну, короче, короче, как я понял, просто, о, господи, сейчас могу ошибиться, просто-напросто, ребята. Некоторые просто буквы слов убираются, получается, так сказать, то есть из длинного, короткого. Хотя, по сути дела, сокращение слов, даже, ну, это сокращение слов, это было и раньше. Допустим, вспомните, такие вот, как, допустим, как сокращали, допустим, слово театр юного зрителя до трёх букв. Тут. Театр юного зрителя. Или, допустим, универсальный магазин, универмаг. Вот так вот как-то. Сейчас ещё хлеще. То есть, так сказать, слова, которые были длинные, их вот так вот сокращают, а сейчас их ещё короче делают. Короче, где-то вот так вот примерно, грубо говоря. Ну, чтоб, ребята, уже не растягиваться, давайте я вам сейчас покажу один, так сказать, может быть, и два видеоролика о нашем великом могучем языке. Выполнение, так сказать, наших юмористов. И заметьте, даже если они немного, конечно, старые, им 10-20 лет, но смысл этих видеороликов о нашем великом могучем языке, как мне, кстати, даже и про наше, и про новое поколение, так сказать. Так сказать, сохранено, имеет значение, так сказать. Ладно, давайте посмотрим, так, что там у нас, собственно говоря, за, так сказать, о нашем великом и могучем языке. Итак, первый видеоролик у нас будет рассказывать Владимир Женинокур о великом и могучем языке. Почему я и включу-то его, ну, говоря. Вот, можно сказать, на пределе, вот, то есть на примере, точнее, юмористов, они могут нам примерно доходчиво рассказать, как мы разговаривали раньше и как разговариваем сейчас. Ну, разговариваем сейчас, я вам расскажу чуть попозже, как сейчас разговаривают современные подростки и как на этом разговаривали мы до их. Так, ладно, поехали. Так. Я помню еще про маты. Многие называют матом, а для нас это обычно повседневная вещь. Заметьте, он правильно сказал. Так, как сказать, другие видят то, что, когда мы выражаемся, некультурщину вот эту вот, что вот типа, вот, русские матерятся, некультурные и все такое. Для нас это действительно повседневный разговор. Да, действительно. Причем, заметьте, реально, если бы у нас в России каждому пятому вы давали бы Оскар, это, чтобы Россия была бы в Оскарах. Причать не надо. Делали геометровый забор вокруг века, и вдруг один начальник издает приказ, что в связи с культурного обслуживания среди, кто хоть одно слово матом скажет, трат тысячу рублей. Представьте, ребята, если бы у нас такая была бы возможность, если бы у нас за маты штрафовали бы, так сказать, действительно рублем, это действительно, у нас бы тут все нищие ходили бы. Если бы действительно за маты у нас бы рублем штрафовали бы. тысяча, это... Ты зря, за каждое слово. Слушай, а при нашей профессии это... Пять минут зарплаты нет. Ну да, действительно, еще... Ну да, действительно, еще вот так вот, действительно. Еще 5 минут, 5 минут, действительно. Там, действительно, всю зарплату будет. За 5... Да так какой там за 5 минут... За минуту всю зарплату можно, так сказать, уханькать. Ходни. Конечно. Народ приуныл. Ну да, все заделось. И да, действительно. Если вот, допустим, мат... Ну, маты, как говорится, в 9 они уже, так собственно говоря, грубо говоря, оставивают. Да, правильно говорят, без мата нет, так сказать, разговора, можно сказать, грубо говоря. Ну и, как многие считают, неинтересно, как-то без матюков. Поехали дальше, ладно, поехали дальше. И вдруг, здесь убежал, так что, как Михалыч, что же сказать про Михалыча? Это, ну, это всего счастья. Вот запретить Михалычу ругаться матом, это все равно, что футболисту ноги оторваться, забивать. Так и есть. Вот когда он футболистом? Нет, у нас, да, у нас действительно есть такие отбитые, конечно, наглухо, которому пофигу. Хоть что запрещай, им будет пофигу. Ну, такое и есть у нас. Михалыч, а Михалыч, в прошлом году из Академии наук приезжали, просили помочь, в составлении словаря русского мата, Михалыч. Кстати, заметьте, ребята, такой словарь, оказывается, есть в действительности. Словарь русского мата. То есть, как, например, допустим, вам поиски, допустим, есть словарь «даля», которые расшифровывают некие, так сказать, термины русских слов, и не только русских слов, но и прочих слов. Ну, то есть, значение этого слова расшифровывается. Тоже так же и со словарем русских матов, грубо говоря. Столько матов, так сказать, рассказать, которые есть, да еще и значение каждого матюка, объяснить человеку. Это действительно, это дорого стоит. Да, действительно. И тот... То есть если перевести на языки матов, то есть на язык матов, Михаил вот этот вот Леса и сказал следующее, ну ёп вашу ёп какая пи случилось нецу и вот что-то в таком ключе Застало меня, когда я увидел, что случились лицами с учительного дома То есть когда я увидел жильцов, что у этих идиотов ёп случилось У этих Г и что-то в таком ключе То есть он хочет поинтересоваться, Михалыч, простым русским языком Я скажи, что у этих пи идиотов там случилось Должно порвать, но Не сорвалось Правильно, если такой, так сказать, заматеревший, заматеревший человек, так сказать Если через каждое, так сказать, у него слово Как, допустим, мне надо бывает даже у меня Да и чё уже, если даже у меня такая фигня бывает Если, конечно, меня тоже достать У меня, действительно, мято У меня через каждое слово мат вылетает То есть, понимаете, как это всё случается Да, как сказать Просто у русского человека просто-напросто действительно достань Просто-напросто достань просто у любого человека У него, действительно, через каждое слово будет мат Он сказал Прочу за мной, господа Что означает Пиздуй За мной Ибо Мы Господа А точнее Идюки Повалили за Михалыча Что пиздавали А там Обычная история Совсем мужики Мужики На кейзах мы Хорошо Урыли И Ковшом Экскаватор Трубу задели Вот там И пизда до пятого этажа Даже У меня Вырвалось Ничего себе Это с какой там давлением должно быть Со-таки Вот этот кипяток Аж до пятого этажа поставал С какой давлением там в трубах должно было быть То есть какого хрена тут происходит Вовремя Себя 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 Ручки Наталя Себя Руки Зламаны Ха-ха Ну что даже не поматериться Вау Вау То есть Ёп Вашу мать Твою ж мать Или Ё-моё Ну пи Ну и в таком роде что-то Закрысены Увиденным То есть По-русски зази Ёп Вашу мать А Михалыч сказал Михалыч сказал Какая женщина То есть Это ж Какая Сволочь Саслончик Влерлит Ну Вот То есть Клевору криворуких у кого-то грубо говоря где-то сволочь так подойди возлюбившись этого друзья а и ёб ёбаный гондон или что такое по-моему а а а вот какая где этот ёбаный пидорат вот так вот да я его маму ебал да чтоб да я или я его маму сейчас выебу что-то типа такое ах ты тут либо проститутка либо шлюха либо что-то еще другое семейство собачье ну да и проститутка или что-то такое нахер и семейство собачье чем ты руководствовался когда чем ты хуило думал когда ты сука делал это блять то есть грубо говоря это не я сам в этом пиздеце охуел а не пошел бы ты на ну то есть вы поняли на русской половой орган ну да иди ты нахрен то есть грубо говоря он сказал где таких пидорасов беру то есть нахуй что будем нахуй дальше делать короче называл хуйнёй все хуй хуйня ну глубоко я можно тогда знаете ребята подобный случай был у меня когда я тоже на каком-то продуктовом складе был у нас примерно точно такой же был человек точно такой же примерно человек был он тоже так же один какой-то предмет или даже несколько одним всего словом называл знаете как долго недоумевал нет я конечно понимаю ребята что вещи надо как бы называть своими именами чтоб другим было понятно да чтоб другим было понятно другой было так будет посмотрел допустим как я он сказал я не понял какую надо взять куда эту х воткнуть и что с этой х делать так что ребята имейте ввиду и действительно называйте некоторые вещи и все таки своими именами потом у некоторых не было такого недоумения ну вот так вот что-то подобное как уже был у меня было тоже когда я на футболом складе работал то есть надо расхуяить эту контрагайку но тут не знаю минуя подачу воды поврежденный фрагмент горячего водоснабжения вот тут знаете я что-то вот тут уже какие именно маты они там говорили вот тут я тут уже подобрать не смогу полный пиздец то есть представьте действительно ситуация вода фонтаном херачит а там еще линия электропередач это все так сказать попадает на эти провода а а если вода попадет на эти провода я не знаю возможно ли вообще такое но искры это наверно точно должны быть и представьте вот эти вот искры в газопровод попадут если вот этот газопровод это представьте это в натуре что будет то есть пиздец всему да я вашу мать земля да favorites сейчас знакомая да дальше начинаю сниму я пила пока Т.е. Михалыч за 5 минут потерял зарплату на 10 лет вперёд. Т.е. действительно 5 минут, так сказать, 5 минут поматерился, 5 минут поматерился, зарплату на лет 10 вяжёл всё вперёд. Т.е. мы, бригадира, поняли и сразу всё потеряли. Т.е. вот так вот, бывает иногда вот так вот это всё как-то работает. Т.е. допустим, да, действительно, т.е. допустим, многие, конечно, маты не понимают, но когда орут, ну, собственно говоря, это не всегда, конечно, помогает, когда орут вот таким вот захлёбом матом, до некоторых людей сразу доходят, что от них хотят. Ну, ребята, ещё раз напоминаю, не всегда, так сказать, криками и руганью можно чего-то добиться. Это не всегда, ребята. Плюс ещё сматали. Т.е. нихуя не выйдет, нихуя не получится. Т.е. как-то вот так вот, ребята, как вы понимаете сами, без мата в русском нашем языке никуда, никуда. Без мата в нашем великом и могучем русском языке. Ну, как я уже говорил, ребята, до этого, как я уже говорил, до этого, так сказать, у нас сейчас современный молодёжь, т.е. как я уже говорил, каждое, так сказать, поколение молодёжи разговаривает на каком-то своём молодёжном сленге. Допустим, в наше время, вот, да, допустим, как моё время, у нас молодёжный сленг был как-то немного по-другому. Помните такое знаменитое стихотворение? Трестный Днепр при хорошей погоде. Ну, что-то такое. И помните, как его переделали? Классный Днепр при клёвой погоде. Когда кочевляжешь и выпендриваешь. Вот что-то типа в этом вот роде. И вот я примерно вот на этом языке в своё время, да, разговаривал. Да, действительно. Я вот примерно вот такие вот слова, вот такие вот слова употреблял я в своё время. В своё время употреблял. Да не только я один. Мои сверстники на таком же точно языке. Т.е. как говорится, даже вот, допустим, слово «прекрасно», «хорошо», «замечательно» мы заменяли как «клёво», «класс». Вот так. А современные, т.е. дети уже, так сказать, современные подростки, уже по младшей моего, так сказать, по младшей моего уровня, уже немного такие подобные слова заменяют уже по-своему, по-другому, так сказать. Т.е. клёво они заменяют, клёво, то есть как, допустим, «хорошо», мы говорили «клёво», «нормально», то есть, ну, подождите, короче, слово «хорошо», старое поколение говорило просто «хорошо», мы говорили «клёво», «замечательно», «клёво». современные подростки, так сказать, на уровне ниже меня уже говорят «ку». «Ку». Допустим, моё поколение говорит «клёво», «замечательно», а чуть ниже поколение уже говорит «ку». Т.е. вот такое вот, понимаете, вот такое вот. Три слова «поколения», а как одно слово, как сказать, могут трактовать по-своему. Т.е. как я ещё раз повторюсь, старое поколение говорит «хорошо», моё, допустим, поколение говорит «клёво», «зэбэст» и всё такое, поколение пониже уже говорит «ку». Вот что-то типа вот такого вот. Ну и, собственно говоря, сам вот такое вот, я не знаю, вот, и вот, вот эти вот три английские слова, которые я рассказываю, говорю, что английские слова и по большей части, то есть по большей части, то есть, я не знаю, сказать, буквально русский язык они просто вытесняют, то есть, да, действительно, идёшь вот так вот и думаешь раз-раз, и тут тебе, так сказать, вместо какого-то привычного тебе предмета его говорят тебе на английском. Допустим, вот тех же подростков, допустим, тех же подростков, «Ай!» типа вот, допустим, смотрите, допустим, сидит какая-то женщина и говорит «А, опять эти вчера тинейджеры орали нафиг под окошком, устали, ну и там тиснеры нафиг». Всё такое. Но заметьте, она сказала тинейджеры, не подростки, а тинейджеры. Вот так вот. И вот на таком где-то вот примере, вот на таком вот примере, и вот все вот эти вот наши русские вот эти вот слова, великого и могучего русского языка, заменяются на зарубежные слова. Ну, что поделать? Мода вот у нас вот такая вот мода, так сказать, заменять, так сказать, так слова, так сказать, на какие-то там современные, ну, грубо говоря, знаете, чтобы вы выебнутся перед другими, грубо говоря, вот так вот. То есть перед друзьями перед чем-то такое, знаете, вот допустим, это как, знаете, как действительно, как, допустим, когда, даже вот, когда, допустим, мы разговаривали, допустим, когда, вот, в моё поколение, в моё время разговаривали, у нас это назывался, почему-то, язык дзика, нафиг. Да, язык дзика, знаете, точно не ошибаюсь, язык дзика. Более новое поколение сейчас не знаю, как их трактовать в сленг, но по большей части они берут и заменяют все, так сказать, нам понятные слова и русского языка на английский, так сказать, трактовку, грубо говоря. То есть, как я уже, допустим, на доступном примере вам уже объяснил, как там одна женщина говорила, что упомянула якобы не подросток, а тинейджер. Точно так же вот и молодежь у нас, грубо говоря, говорит. Но, знаете, вот, ребята, я, как говорится, за многим пронаблюдал, даже, допустим, знаете, вот, как, допустим, пошёл я, допустим, как-то в магаз, пошёл как-то в магаз, даже вот ещё интересная такая фигня. Я даже подруга не раз вот такую фигню тоже наблюдал и не раз мне рассказывала. Знаешь, пошёл я на кассу, пошёл я на кассу, передо мной стояла, короче, какая-то девочка. Ну, девочка лет десяти, двенадцати, наверное, стояла передо мной. Я не помню, что там случилось, ну, короче, девочка, грубо говоря, просто-напросто наступила мне на ногу. Видать, зад отдалась, ну, зад отступила, меня не заметила. То есть, стоит такая себе девочка-подросток, грубо говоря, хотя в наушниках там что-то такое, вот эти вот кошачьи ушки и всё такое у неё. Для меня, кажется, сначала не дошло кто-то передо мной и всё такое. Но когда она, ну, отступилась, отошла, она мне наступила на пятки, наступила на пятки, пятки, топы, 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 на топы, наступила, извини тебя, на топы наступила. Я ей говорю, ребёнок, аккуратнее, ты мне на ноги наступил, типа, вот такое. Она, знаете, такая разворачивается в мою сторону, разворачивается, смотрится за меня с таким непониманием. Типа, чё я ей сказал, не понял, грубо говоря. И как пошла на меня материться. Да ты бака, да ты, там... ...эээээээээээээээээээ, чё-то такое, короче нафиг. Я когда пришёл, я когда пришёл, Я, допустим, я у Любы спрашиваю, Любы, ну, спрашиваю у Любы, что за фигня, нафиг. Ну, тут отказывают ситуацию, и что такого там такое? Девочка на меня сказала. когда когда я сказал слово бака бака по нашему это значит идиот дурак долбоёб нахуй бака то есть японский грубо говоря да японский грубо говоря бака это идет дурак и руки долбоёб нахуй а когда и остальное рассказал и вот так вот почитал за труда заебись она тебе на анимешном языке обчесал акуку то говорят как как сказала подруга моя то что сказала она я даже частично макет них сама даже даже тоже вот как я уже говорил так она рассказывать эти вот анимешники вот эти вот анимешники как она рассказывает они путем горит японского не знают но такой хрень играет несут это ужас даже горит я горит тоже тут как-то с одной пообщалась она решила со мной минуте по полуёбла то она знает японские тэр и пэр и пятое десятое она передо мной всего выгнется поговорить со мной на японском так так что она говорит ягод половина никто не поняла что это идиотка мне пыталась донести то есть представьте действительно человек который якобы жил сам японии приехал грубо говоря знает свой язык лучше чем наши так сказать российские анимешники и она говорит ягод действительно ягод половину нихера не поделать что она там вообще бред сказала вообще-то мы имел ввиду грубо говоря на наши российские анимашники они вот такие даже такие вот современные так сказать и вот эти вот поколение кинейджеров этих вот не совсем действительно стоит а вообще говорят как они вообще это все и вот единственно что любой рассказала еще в произношении не врубилась я как они некоторые слова произносят там знаете это как это как знаете это как действительно как с английским как произношение вот этого японского как с английским как мне объяснила любая только чуть-чуть где-то в каких-то местах корёжина и вот когда допустим я как она действительно рассказывает я к этой девочке разговаривал просто как она пыталась выебнуться передо мной типа как насколько она знает японский язык и все такое я сказала знаешь тебе либо лучше вообще аниме не смотреть либо вообще не быть анимешницей либо вообще лучше нахрен блять не учить этот японский то что даже если потому что даже если ты приедешь в японию приедешь в японию и начнешь выражаться начнешь выражаться то есть то тебе конкретно надо и все такое тебя просто-напросто не поймут что ты хочешь что тебе надо и все такое знаете вот как раз когда помимо кончевая вот эти вот кончайни хан или вот эти вот и все такое то есть добрый день добрый вечер или что-то такое это может все поймут а вот основной сути основной сути что ты там говорить будет и вот я просто-напросто не поймут что-то вообще говорит ну и что-то вот типа таком и собственно говоря что мне говорить у меня даже вот допустим даже наша как я уже говорил русской комьюнити как разогрюл я пом ALL прочего собирает модельки для Michael Michael Dance и прочее прочее и вот среди вот и попадаются среди нормальных сборщиков то есть ну посят сделать себе от модельки и все такое попадаются вот эти вот анимешники вот среди даже вот этих вот анимешник которые просят сделать мне сборку там какой-нибудь там модельки все такое вот они мне пытаются вот это вот как раз японском выражаться то есть какие-то слова слова из японского языка и пытается вклинить его наш русский язык а я потом встаю думаю о чем не сказал были эти тиране понял не к ней ребят я конечно я не прыгод я-то едва ли английский понимаю едва ли английский понимаю нуты и японский блин учить вот я во серьезно я не прыгод мне хотя бы один бы язык запомнить оба говорят а тут еще допустим прилетает наш русский допустим да действительно наш русский я вы знаете просто простым как вот винокур вину кура своем с этой просто обычным русским языком объясняю слушай нахуй ты давай-ка нахуй мне нормально нахуй объясни нахуй шо ты нахуй блять от меня нахуй хочешь блять заметьте пиздок сразу понял чую я от него хочу сразу по полочкам по-русски объяснил что надо конкретно сделать то есть вот так вот как-то ребята сразу без выебонов без выебошек по-русски объяснил что ему надо нафиг вот так вот ну как говорится в какой-то каких-то так сказать направлениях все-таки маты могут так сказать и чудеса сотворить нафиг то есть как я уже говорил то есть вот этот вот человеке который хотел выебнуться по-японски мне там какие-то японские термины мне выдавить нафиг который я к сожалению то и не все понимают и вот эти вот японские так сказать и вот этих анимешников наших русских по-японски какие-то там термины пытаются нам палить но одно знаю точно все наши русские анимешники наш русский мат как от и до знают до чего там уже даже вот японцы нафиг у нас туда живут японцы как-то помню случай тоже был рассказывал знакомый нафиг японцы как-то тоже приехали тоже нафиг и тоже нифига такого было там туда не помню вот когда на них материться начали когда на их материться начали они сразу поняли чтобы кто от них надо и чтобы они говорят ебались со своими там там как сказать как он сказал был дотошные японцы дотошные японцы вот он не знал как как они от него от ебались нафиг от приятеля то что он сделал ну как вы уже знаете он просто напросто начал их материть и японцы сразу поняли чтобы они от него от ебались нафиг русски говорят и вот да странно действительно получается так что мы как говорится некоторые как говорится нормальный язык какой-то зарубежный выучить не можем но зато наши маты понимают все вот так вот вот такой вот нас так великий и могучий русский язык да ну как ребята уже говорил как уже ребята как говорился поколение меняется поколение меняется то есть старое поколение разговаривало так наше поколение разговаривало так а современное поколение сейчас больше так сказать сказать берёт зарубежных слов, из английского языка, ну а как я уже сказал, наши русские анимешники, там что-то из Японии, там какие-то фразы из аниме, кстати, вот из аниме тоже вот Люба мне как-то сказала, что некоторые анимешники любят некоторые фразы, так сказать, в Японии, кстати, тоже там свои тринейджеры, у них там тоже свой, так сказать, язык, так сказать, сленговый, язык, да, да, сленговый язык, так сказать, грубо говоря, они там тоже, японцы, японские вот эти подростки, они там тоже, как и наши русские, сокращают слова, и вот это вот тоже действительно, можно не всегда понять, что действительно японский тинейджер хочется объяснить нашему русскому тинейджеру, то есть японский подросток нашему русскому подростку, наш русский подросток натуле действительно не поймёт, что этому надо от нашего, чтобы говоря, вот так вот. Так что, ребята, имейте в виду, так что, ребята, как-то вот так, так что, как-то, ребята, вот так вот. И давайте напоследок все-таки, что я хотел, что завершу, так сказать, видеоролик следующей фразой. У нас, помню, учительница была по русскому языку, по русскому языку, так сказать, и она сказала такую фразу. Допустим, она мне, и она мне до сих пор вот эту вот фразу ей делать. Ребята, всегда в некоторых случаях, в некоторых случаях, называйте вещами, называйте вещи своими именами, чтобы всем было все понятно. А маты вы можете придвигать там только в крайних случаях. Но в любом случае называйте якобы вещи своими именами, чтобы всем все было ясно и понятно. А маты, как я уже повторюсь, только на крайних случаях применять и все такое. Так что, ребята, действительно, маты матами, но оккультуруются все-таки как-то немного надо. И вот даже, допустим, вот знаете, у нас, допустим, многие в том удивляются, откуда наши, так сказать, дети, вроде как-то нигде не материмся, вроде и нигде не все такое, не материмся. Но они уже откуда-то знают матюки даже больше, чем мы. То есть, вроде ты, вроде как, сидишь, пытаясь не материться при детях и все такое, ну, пытаясь сдерживаться. А они все равно узнают. Все равно выражаются, матерятся и все такое. Но, как говорится, собственно говоря, это понятно, откуда они все узнают. И вот эти вот матерятся и все такое, вот эти вот детки и все такое. Ну, потому что, извините, у нас сейчас 21 век, время скоростей и интернета. Вот именно с интернета они вот эти вот все матюки, собственно говоря, и узнают. И потом, грубо говоря, выражается, что у нас у взрослых вот такие вот глаза на уплезут, грубо говоря. Ну, ладно, ребята, так сказать, будем закругляться с вами. То есть, как вы уже поняли, действительно, как говорится, мода модой, но, как говорится, все-таки без великого и могучего русского языка никуда. Так что, ребята, действительно, еще раз повторю, мода модой, но выражайтесь, пожалуйста, по-русски. Ну, и, собственно говоря, пытайтесь поменьше, как, допустим, тот же я, выражаться матами. Да, можно, конечно, яснее выражаться и, как я уже говорил, называть вещи своими именами. Ну, конечно, оно понятно, без матов никуда, но все-таки давайте будем пытаться как-то культурно выражаться, что ли. Я, конечно, понимаю, это трудно и без этого никак, но все-таки надо как-то пытаться все-таки делать. И учить этому своему деток, деток своих, грубо говоря, учить тоже культуру вас, чтобы потом, действительно, через 10 лет они вас не облазкали, грубо говоря. Ну, ладно, как говорится, с вами был Николай Бесфамильный. Думаю, наверное, уже будем с вами закругляться, так сказать. До следующих, так сказать, может быть, ночных посиделок. Покеда! Ну-ка, какая-то фич, поспоряйте со зрителями, так сказать, что они там вот так. Так. Всем пока! Продолжение следует...